Это вызовы времени в студии Николай Силков. Здравствуйте! Никогда раньше в истории нашей страны не стоял так остро вопрос, как суверенитет и независимость. А это касается каждого. Ведь главный посыл – стремление к сохранению мира и созидания во благо будущего Беларуси. Поэтому первым делом во время послания к белорусскому народу и национальному собранию президент высказался по ситуации на Украине и призвал объявить перемирие. Скажу откровенно сегодня. Мне в последнее время очень часто с определенными влиятельными кругами на Западе ведущих стран пришлось обсуждать эту тему. Они, как и прежде, говорят, ну это было несерьезно. Ну что там Путин предложил? Это же было несерьезное предложение. Мы на это просто не могли пойти. Я их прорываю, ребят. Но если это было несерьезное предложение и ничего не значащее, ведь Путин просил – дайте письменные гарантии. Ну почему вы не написали ему эти гарантии? Ну в нужный момент вы, как обычно, плюнули бы на эти гарантии. Но когда забрежжила война, почему вы не предоставили на бумаге хотя бы эти гарантии? Тишина. Усилиями Соединенных Штатов и их сателлитов в родной нам стране развязана полномасштабная война. До последнего украинца, цитировано. В результате которой только в течение года погибло и искалечено около полумиллиона человек с обеих сторон. Миллионы стали беженцами. На горизонте в результате замаячила Третья мировая с ядерными пожарами. Александр Лукашенко заявил, Беларусь пытаются втянуть войну, особенно усердствуют западные соседи. С этим и связано возвращение в нашу страну ядерного оружия. И отметил, цель не запугивания кого-либо и не шантаж, а возможность обезопасить и обеспечить мир белорусскому народу. Нападать мы ни на кого не собираемся, но в случае чего адекватно ответим на любую агрессию. Придет время, мы вам выложим это все. Сегодня не время, идет кропотливая закрытая работа. Но поверьте на основу, я вас никогда не обманывал. Они готовятся вторгнуться на территории Беларуси для уничтожения нашей страны. Делают из наших беглых боевиков, а по-простому бандитов, которых не жалко. Им их не жалко, мы тоже имеем эту информацию. Первый опыт они сегодня получают в Украине. Правда, больше, как пушечное мясо. Одновременно готовят и забрасывают террористов в нашу страну для проведения диверсий и актов устрашения. Пытаются создать подпольные экстремистские ячейки для координации протестной деятельности. Передают вооружение и финансовые средства. Вы думаете, все это просто так? У них есть конкретные планы, и они не стесняются об этом говорить открыто. Несколько цитат. Генеральный инспектор вооруженных сил Германии, генерал-полковник Цорн в конце прошлого года. Беларусь может, цитата, Беларусь может вступить в войну. В этом случае странам, членам НАТО, следует начать тайные операции против целей на ее территории. Мы еще не вступили никуда. Они уже это начали. НАТО должно подготовиться поддержать военными средствами политические изменения в Восточной Европе. Видите? Мы это в 2020 году видели. Они хотят политических изменений, но уже с ружьем в руках. Прийти к нам и осуществить эти политические изменения. Дальше цитата. Такими переменами могут стать демократическая революция и народное восстание в Беларуси. Конец цитаты. Оперативная ситуация на контроле. На неделе президент встретился с главами разведок Беларуси и России. Александр Лукашенко поблагодарил Сергея Нарышкина за помощь, которую оказывают спецслужбы союзного государства. И отметил положительные результаты их взаимодействия, как в обмене данными, так и в техническом оснащении. В последние годы сотрудничество усилилось. Нужно предупреждать угрозы, которые стоят перед странами. И у нас, и у вас появляются разного рода отморозки именно внутри общества, на которых делают ставку иностранные террористы. Их иначе не назовешь. Это не разведка и не контрразведка. Это просто наши враги. Они находят в нашем лагере, как принято говорить, соответствующие людей и делают на них упор. Вот мы недавно, вы наслышанно, задержали террориста, который работал под крышей и по указке, и наводке. И выполнял задания СБУ, Служб безопасности Украины, ну комитет обеспечения, если по-старому говорить. И самое главное, что меня больше всего возмущает, мы задержали уже больше 30 пособников. Они откуда? Они бывшие и настоящие сволочи, которые живут в нашем обществе. Иначе их мерзостью назвать не могу. Которые совершают, помогают совершать противоправные действия и тем более теракты на собственной земле. Против своих же соотечественников. По нашим оценкам, мы в главе государства докладывали, что примерно с весны этого года планируется активизация террористической деятельности на нашей территории. Примеры Мочулищ, примеры Гродно. Есть другие примеры, о которых мы никогда не рассказывали. Надо сказать, что проводится нами работа, в том числе с международными структурами, которые занимаются борьбой с терроризмом. Там есть понимание в этом отношении, поэтому я бы сказал, не бесперспективная работа, в том числе и в этом родстве. Но есть твердая наша позиция. Первое, что мы, как заявил глава государства и объяснил, в плен никого брать не будем. Второе, посыл о том, что мы все-таки работаем. И я бы сказал, не бесперспективно наши усилия по привлечению к ответственности этих лиц уже через международные механизмы. Но в целом хотел констатировать, что угроза нарастает. Поэтому я попросил бы наших людей быть очень бдительными. Понимать, что если человек даже попросился у вас пожить на квартире, то это могут быть разные люди, в конечном итоге несущие опасности для вас, для вашей семьи. Поэтому в этой ситуации призываю наших граждан обращаться в органы внутренних дел, в органы государственной безопасности. Мы будем реагировать на эти случаи оперативно, жестко, где потребуется привлекать и другие средства для решения этих проблем. В России угрозы идентичные. Их авторы одни и те же люди. Это механизм силового давления на общество по принципу диверсантов. Наши западные противники не могут направлять спецгруппировки. Слишком хорошо охраняется граница. Но могут готовить условно гражданских камикадзе. Досадно, но делают их из наших же белорусов и россиян. Речь о Чехии, Литве и Польше. Это точные разведданные. Далеко ходить не надо. Вечером 2 апреля в Петербурге произошел страшный теракт. Погиб военкор Владлен Татарский. Получение контроля над западными территориями современной Украины, над так называемыми бывшими восточными крестцами Польши является такой вожделенной мечтой польских националистов. И это становится уже элементом национальной идеологии. Поэтому от этой идеи польское руководство уже отказаться не может. Польское руководство считает, что условием для реализации этой идеи является крах украинской государственности в результате военного поражения. И поэтому польская власть не хочет и выступает против мирного урегулирования. Заверяет в том, что будет оказывать постоянную помощь киевскому режиму. Ну и, конечно, эта ситуация усугубляет положение Украины, украинского народа. Белорусские военнослужащие отправились в Россию для обучения с «Искандерами-М». Тренировки проходят на одном из полигонов вооруженных сил РФ, где совершенствуются навыки по управлению ракетным комплексом, а также выполняются учебно-боевые пуски. Кроме того, личному составу расчетов предстоит детально изучить вопросы содержания и применения тактических ядерных боеприпасов. Тем временем в 10 километрах от белорусской границы развернулись учения сил НАТО. В них задействованы около 1300 человек и 250 единиц военной техники Альянса. Как говорится, совпадение? Не думаю. Субтитры создавал DimaTorzok